Проект маркировки меховых изделий И поднимет отечественное производство в этой области Для обсуждения нововведений в Оренбурге собрали всех предпринимателей На совещание по регулированию торговой деятельности Да, назрела эта проблема и Минпромторг Это не только у нас в Оренбургской области Проблемы мы сталкивались действительно в прошлом году Прежде всего это защита потребителей Мы понимаем, что это качество, что это легальные изделия И естественно есть кому предъявить требования В случае, если случилось что-то непредвиденное по качеству В Оренбурге 849 потенциальных участников данного рынка И предприниматели новые правила сначала обрадовали Цена выровнится и конкурентоспособность повысится Ведь товары за границей везут дешевые Но у отечественников возникли трудности с оформлением И понятием официальных документов И сейчас столкнулись со сложностями Со сложностями техническими Больше, наверное, чем с финансовыми даже При вхождении в правовые рамки нашего вида деятельности Получается, что готовя один пакет документов Мы следом начинаем готовить другой Который, в общем-то, изначально не предусматривался Как обязательным Мы подавали 8 заявок на приобретение этих кизов, чипов И приходило 8 отказов из ФНС Объясняю почему То есть находятся за должности 15-ти летней давности В размерах не превышающих 3 рубля За продажу немаркированных изделий Из натурального меха, будь то дорогостоящие шубы Или просто аксессуары Предусмотрен административный штраф До 300 тысяч рублей И уголовная ответственность С лишением свободы до 6 лет Со штрафом до 1 миллиона рублей До 6 декабря этого года Всем предпринимателям меховой индустрии Необходимо погасить за должности И прочипировать свой товар Екатерина Роженко, Олег Берендеев, Иван Медведев Городской телеканал ЮТВ